Анна Состер То же самое Один Итак, доброго дня, уважаемые коллеги в области и в Одессе Сегодня 6 ноября, сейчас 14 часов 8 минут, мы чуть-чуть задержались с началом нашего сегодняшнего занятия по техническим причинам Сегодня тема нашего занятия вы видите на доске, активно доска, по-моему, нулевочка, скрининг и обследование во время беременности Докладчик представится сам, мы начинаем наше занятие, пожалуйста, все подключайтесь и прошу любить и желать Добрый день, глубоко уважаемые коллеги Рада приветствовать вас в этой аудитории, рада приветствовать районы Одесской области Моя фамилия Николая Васлана Викторовна, я врач-акушер-гинеколог областного центра планирования семьи И ассистент кафедры акушерства гинекологии номер один Я занимаюсь ведением беременности высокой группы материнского риска, перинатальной патологии, также лечением невынашивания и бесплодия Сегодня мы здесь все собрались для обсуждения важных обследований и скрининга во время беременности Хочу вам напомнить, что скрининг с английского слова означает просеивание То есть это, как вы все знаете, назначение обширных, безопасных, достаточно простых, недорогостоящих методов диагностики Для охвата большого количества населения, для выявления той или иной патологии Когда же скрининговые исследования действительно целесообразны? Вы видите на слайде, это тогда, когда заболевание действительно имеет высокую частоту Для этого заболевания есть четко обусловленные, обоснованные научные методы диагностики, лечения и профилактики То есть мы реально можем воздействовать на это заболевание и помогать людям Следующее требование, эти тесты должны быть чрезвычайно высокочувствительны и специфичны Как вы понимаете, для того, чтобы не травмировать моральных пациентов, чтобы не было ложно позитивных исследований А так как беременные у нас вообще эмоционально лоббильные, то каждый позитивный анализ в той или иной степени Не травмирует их эмоциональную сферу, зачастую может приводить и к угрозе прерывания, и к дискомфорту в ее самочувствии И конечно же, для чего мы проводим скрининговые исследования? Потому что профилактика значительно дешевле, чем потом лечение Если привести пример, то легче провести профилактику и скрининг преждевременных родов, невынашивание беременности Чем потом большие затраты по выхаживанию маловесных деток, недоношенных деток и часто болеющих детей Что же должен понимать каждый доктор, когда он назначает скрининговые исследования? Прежде всего, для чего это нужно? Для выявления какого заболевания? Следующий момент, врач должен четко уметь интерпретировать полученные методы исследования Потому что когда пациентка приносит результаты анализов, а врач не может адекватно интерпретировать анализ Назначить профилактические какие-либо мероприятия или лечебные Тогда в этих исследованиях нет никакого, конечно, смысла Следующий момент, врач должен понимать в случае выявления той или иной патологии Какие методы профилактики, какие методы лечения он может конкретно предложить данной пациентке То есть мы должны обладать достаточным спектром знаний и лечебных мер воздействия И, конечно же, немаловажный факт Каждый врач должен понимать, куда мы можем обратиться за помощью То есть в более высший уровень консультации в случае выявления патологии Допустим, к примеру, если пациентка с экстрагенитальной патологией Тогда мы воспользуемся консультацией смежного специалиста То бишь, если бронхиальная астма, то пульмонолога Если порог сердца у беременной, то кардиолога То есть в таком аспекте Как вы знаете, у нас на Украине вся служба акушерства гинекологии Работает по протоколам Это очень удобно и предупреждает разногласия в тактике ведения пациенток В вашем внимании на слайдах представлены основные приказы МОЗ Украины Которые относятся непосредственно к скринингу Как вы видите, это 906 протокол Его можно найти в интернете Можно приобрести, они есть в наличии По перинатальным инфекциям В этом протоколе вы найдете тактику ведения при всех перинатальных инфекциях Таких как торч инфекции И других инфекциях, которые заведомо влияют на течение и исход беременности Следующий, самый важный и базовый наш протокол Это 417-й протокол Который я настоятельно рекомендую вам иметь у себя на приемах в своем кабинете Учитывая, что я работаю уже много лет с беременными Все равно, это моя настольная книга, всего запомнить невозможно В этом протоколе отображено абсолютно полное ведение беременных пациенток Как в физиологическом аспекте, так и при различных осложнениях Причем достаточно конкретно, поэтапно Даже можно сказать для школьного возраста То есть конкретно при каком визите Какие исследования назначать И что делать в каждом конкретном случае Так что этот приказ желательно, чтобы у вас у всех был И следующий протокол, это 726-й С которым тоже я рекомендую ознакомиться Это протокол про усовершенствование, оказание помощи На перинатальных центрах различных уровней То есть вы должны четко понимать иерархию Наверное на лекции по организации акушерской службы Вам рассказывали, что 3 уровня оказания помощи Первый уровень Это какой уровень? А если касательно центральной районной больницы Если касательно стационарной помощи Если это 2 уровень, тогда это перинатальный центр 2 уровня На примере Одесской области это 5 родильный дом Если 3 уровень, это областной перинатальный центр И в составе областная женская консультация Областной центр планирования семьи Областная медико-генетическая консультация В таком аспекте И конечно мы пользуемся услугами 4 уровня Это научно-исследовательские институты Педиатрии, акушерства и гинекологии В частности И если пациентка допустим у нас с экстрагенитальной патологией Порок сердца допустим Вот недавно у меня была пациентка с раком щитовидной железы Тогда мы направляем в институт онкологии На консультацию для решения дальнейшей тактики ведения То есть на 4 уровень мы тоже направляем Что же надлежит производить семейному доктору Прежде всего это ведение физиологической беременности То есть четкое соблюдение 417 протокола Взаимодействие со вторым уровнем Что значит взаимодействие Это значит конкретно знать доктора Который на втором уровне будет с вами взаимодействовать Его координаты Потому что беременная это очень сложный контингент Вы даете направление, она едет на консультацию Доехала она или не доехала Трудно проконтролировать Нам по телефону скажут, что она доехала На самом деле еще 2 недели будет ехать Если ситуация серьезная Экстрагенитальная патология Какой-либо порог развития То конечно этот момент нужно мониторировать И когда вы пациентку направляете Желательно отследить со второго уровня Доехала или не доехала Чтобы не пропустить важные сроки И чтобы заниматься профилактикой прежде всего Потому что в акушерстве Если вовремя пропустить пусковые механизмы Зачастую потом очень трудно помочь Следующий очень важный момент Который должен понимать семейный доктор Это плановое направление в родильный дом То есть пациентка должна четко понимать Что она не поедет в роддом В заголи А это конкретное медицинское учреждение С адресом, с телефоном То есть у нее в обменной карте Должно быть все это отображено Она должна знать Потому что бывает ситуация Что пациентка на скорой помощи Посещает 2-3 роддома Пока не приводит к какой-то критической ситуации А момент, когда начинаются роды Это может быть момент паники, стресса Дома может никого не оказаться То есть она должна четко знать Куда ей ехать, куда обратиться И где ей могут помочь И, конечно же, следующий момент Семейный доктор При постановке на учет Должен формировать так называемый Грубый риск Я думаю, в вашей практике тоже есть группы риска В нашей практике их достаточно много Из основных назову Это группа риска по врожденной патологии То есть по хромосомным аномалиям Это группа риска по развитию прекломсий Это группа риска по невынашиванию беременности И группа риска по гистационному диабету Их вообще много Группы привела для примера Чтобы вы понимали, в чем суть После родов Акушер-гинеколог, семейный доктор Продолжает наблюдать за рожене Это в течение 42 дней То есть мы не снимаем с учета То есть осложнения могут быть И в послеродовом периоде А если это пациентка с экстрагенитальной патологией Вы понимаете, что заболевания сердца Могут усугубляться, декомпенсироваться После родов Так же, как заболевания щитовидной железы То есть в этой ситуации Послеродовая бдительность Нельзя терять ни на секунду И еще более опасный момент Чем вынашивание беременности Перед вами представлен Перечень обязательных Скрининговых обследований То есть это то, без чего Мы не можем представить себе Ведение беременности Самый важный Для профилактики Для профилактики И не допущение рождения больных Детей с врожденной патологией развития Конечно же Это пенатальный скрининг Причем комплексный Ультразвуковой Вместе с биохимическими маркерами Чуть ниже я более конкретно На этом остановлюсь Следующий момент Это скрининг на инфекции Обязательный является Скрининг на бессимптомную бактериурию Скрининг на сифилис ВИЧ по согласию И вирусный гепатит B Следующий момент Это обследование на проблемы По гематологические проблемы Очень важный аспект Определение группы крови Срезу с принадлежностью Как у матери, так и у отца Обязательно Скрининг на гистационный диабет И скрининг на патологию шейки матки То есть цитологическое исследование Остановимся на каждом из этих скринингов Как я говорила При натальный скрининг В генетическом аспекте Имеет колоссальное значение Наиболее адекватные сроки Его проведения С 11 недель и 1 день До 13 недель и 6 дней Почему? Потому что именно в этих сроках Врачи ультразвуковой диагностики Могут вымереть И адекватно дать нам информацию О хромосонных маркерах Патологии плода А именно Это воротниковое пространство Это кости носа То есть четко должны Визуализироваться кости носа Измеряется лицевой угол Кровоток в венозном протоке И трикоспидальная регургитация Также в результате УЗИ Определяется частота сердечных сокращений И исключаются грубые пороки Развития плода То есть в первом Этом скрининге Зачастую Наиболее часто Можно диагностировать Такие проблемы Как синдром Дауна Эдвардса Можно Очень значимые дефекты И пороки развития Обнаружить Как гигрому шеи Анонцефалию Различные Аномалии костного скелета Наиболее целесообразно Сочетать ультразвуковые маркеры С биохимическими Для полноты картины То есть мы пациентки В этих же сроках С 11 до 13 недель Рекомендуем Обследовать Пренатальный скрининг Первого триместра В эти анализы Входят ПАП То есть плацентарный белок И хорионический гонадотропин По результатам этих исследований Совместно с УЗИ Есть такой метод Приска То есть это скрининг Который в компьютерной системе Подсчитывает риск Рождения ребеночка С врожденной патологией развития Так вот этот риск Пограничная норма 1 на 250 То есть мы понимаем Чем Допустим Если это 1 на 250 Это хороший показатель Вы понимаете Чем ближе к 1 на 250 Тем тенденция К ухудшению процесса То есть в чем суть Что у одной беременной С такими же показателями На 250 случаев Встретится то или иное заболевание В этом сроке Синдром Дауна И патологию по 13 хромосом Следующий момент Как правило Комплексно Это скрининги Первого и второго триместра Поэтому в сроках С 16 по 18 недели Это оптимальные сроки Мы проводим Биохимический скрининг Второго триместра А именно Это может быть Тройной тест То есть это может быть Хоренический гонадотропин Эстриол И альфа-фетопротеин В зависимости от возможности Лаборатории Учреждения В котором вы работаете Можно воспользоваться И двойным тестом То есть использовать Альфа-фетопротеин И свободный Бета-ХГЧ По 417 протоколу Если скрининг Первого триместра Абсолютно не вызывает Никаких сомнений Как УЗИ Так и результаты Лабораторные То можно назначить Только альфа-фетопротеин Следующее Завершение скрининга Заключается В ультразвуковом Исследовании В сроках С 19 по 21 неделю Если в комплексе Посмотреть На весь алгоритм Принатальной диагностики То он выглядит Следующим образом В первом триместре Повторюсь Сроки с 11 недели До 13 недели И 6 дней Это ультразвуковое Исследование Плюс биохимические Маркеры ПАП и ХГ Затем расчет Индивидуального риска И в зависимости От того Какие результаты Мы получили Если пациентка Из группы Низкого риска Ей назначается Второй скрининг Второе Ультразвуковое Исследование В сроке 19-21 недели И дальнейшее Введение По протоколу Если же пациентка С группы Высокого риска Рождения Деток С хромосомной Патологией Тогда Конечно Мы направляем На медико-генетическую Консультацию С целью Более углубленного Обследования Как я уже говорила В результате Этой диагностики В первом Триместре Наиболее часто Выявляется Хромосомная Патология А во втором Триместре В комплексе Со вторым Ультразвуковым Исследованием Уже Множественные Изолированные Врожденные Пороки Различных Органов И систем А также Генетические Синдромы Нехромосомной Этиологии Во втором Триместре Как правило Врачи Ультразвуковой Диагностики Очень часто Выявляют Дефекты Нервной Трубки То есть Спинобифида Гидроцефалия Отличные Проблемы Пороки Конечностей И Передней Брюшной Стенки То есть Гастрошизис И Аналогичнее Почему Целесообразно Производить Эти Исследования Все В четкие Сроки До 21 Неделю Потому что По нашему Законодательству Прерывание Беременности По Медицинским Показаниям Можно Проводить По протоколу До 22 Недель То есть Если Ситуация Выявляется Критическая И Действительно У Ребенка Порог Развития Несовместимой Жизнью И Этот диагноз Укладывается В нашу Постанову По Прерывания Беременности Тогда Такая Пациентка Направляется На Пренатальный Консилиум Который Проводится У нас В областном Центре Планирования Семьи По вторникам В течение Многих лет Всегда По вторникам С 10 Утра Комиссию Возглавляет Областной Акушер Гинеколог Заведующие Областного Центра И Врачи Консультанты Которые Консультируют Эту Пациентку В результате Этого Консилиума Принимается Решение О дальнейшей Тактике Ведения Либо Пролонгирование Беременности Либо Прерывание Если Врач Опоздает Направить Пациентку То есть Будет срок 22 недели И один день И два дня То есть Комиссия Никогда Не примет Решение В сторону Прерывания Беременности Поэтому Эти сроки Нужно четко Соблюдать С целью Снижения Показателей Врожденной Патологии Плода И Потом Пациентке Очень трудно Как бы Встать на ее место И подумать Как она будет Еще 20 недель Носить беременность И думать Что у нее Ребенок Заведомо С патологией На этом слайде Представлен Алгоритм Ведения Пациентки С физиологической Беременностью Я хочу Схематично Просто Объяснить Вот К семейному доктору Пришла пациентка На первый визит Конечно В идеале Это до 12 недель Чтобы вовремя Принять Решение О дальнейшей Тактике Согласно 417 протоколу Я не буду Более углубленно На этом останавливаться Там отображено Вот первый визит Пациентка пришла Что конкретно Ей назначить Общий анализ Крови РВ ВИЧ И так далее Буквально Поэтапно Пошагово То есть можно Открыть Все прочитать Семейный доктор Назначает Все необходимые Исследования Как правило Начинаем Все равно с анамнеза Беременная Это не только Живот И половые органы Это комплексное Это человек Которого Нагрузка колоссальная Идет на сердечно-сосудистую систему На эндокринную систему На нервную систему То есть мы собираем Прежде всего Анамнез В дальнейшем Мы обследуем Следующий визит Как правило В течение двух недель Она должна справиться С обследованием И прийти К семейному доктору И врач решает Это действительно Идеально Физиологическая беременность Или есть Какие-то нюансы И возможно Пациентку Нужно будет Направить Для консультации Смежных специалистов Консультации Генетика Может быть Совместного консилиума С заведующим И коллегами То есть эти вопросы Нужно решать вовремя И в последующем Согласно протоколу При каждом визите Я повторюсь Прописано Что конкретно Проводить Пациентка в среднем Посещает Семейного доктора Раз в 3-4 недели Как вы видите По срокам Последний визит Как правило Это в 38 недель В 38 недель Пациентка Уже должна четко Понимать В каком роддоме Она будет рожать У нее должно быть Направление И как правило В этом сроке Уже лучше С акушер-гинекологом Консультативно Решать Метод родоразрешения И какой конкретно Момент Ее госпитализировать В родильный дом По протоколу Оговорены Обязательные Консультация Кушер-гинеколога В сроке 19-21 неделю Как вы видите На презентации После Самого последнего И самого важного Ультразвукового исследования И в 30 недель То есть срок Когда мы выдаем Декретный отпуск Еще раз повторюсь Вернитесь Чтобы четко Можно вернуться Четко Запомнили Сроки Ультразвуковой Диагностики То есть это должно Быть автоматически И когда пациентка После Ультразвуковой Диагностики К вам приходит Вы должны Четко Требовать У специалиста Который В вашем Учреждении Чтобы были Все маркеры О которых я говорила В первом Креместре Отображены В этом Исследовании Иначе Провести Просто УЗИ Пациентки Без получения Этих анализов Это абсолютно Пустая трата Времени И излишнее Облучение Пациентки Можно следующий На следующем Слайде Представлены Варианты Введения Пациента С некоторыми Отклонениями От физиологии То есть Допустим У семейного Доктора Наблюдается Беременная И она не явилась Раз на прием В положенный Не явилась Еще один раз Бывает такое То есть Если она не отвечает По телефону И мы никак не можем Узнать Что с ней И где Конечно же Доктор Информирует Своего Вышестоящего Начальника Либо врача Ближайшей Женской консультации Либо Заведующей Женской консультации И уже Осуществляется Тогда Индивидуальный Патронаж И Вырабатывается Индивидуальный План Ведения Выясняет А может Она в стационаре Где-то Находится Может У нее Беременность Уже давно Прервалась Был Выкидыш Она не Является Мы не Можем Сидеть И Ничего Не Убирать Следующий Момент К сожалению Очень Актуальный Это Социальное Поведение Пациентки Беременной Тогда Конечно Мы Информируем Социальные Службы Бланки Этих Заключений И Информированных Направлений Все Есть В 417 Протоколе Не надо Их там Выдумывать Они Абсолютно Есть Запротоколированы Как писать Кому писать Можно отпечатать И иметь у себя В кабинете И конечно же Заслуживает Внимание Пациентки С акушерскими Осложнениями Ну например С угрозой Прерывания С кровянистыми Выделениями С какими-то Более Обильными Выделениями Бывают Жалуются Жидкие Нежидкие То есть Может Подтекание Вот Какое-то То есть В этом случае Обязательно Немедленно Консультация Акушерогинеколога Чтобы не пропустить Никакие важные Моменты И конкретно Вырабатывается Индивидуальный План Когда я посещаю Семейного Доктора А когда Акушерогинеколога И момент По Патологии Плода Я думаю Что мы более Чем широко Обсудили Я на этом Останавливаться Не буду Следующий Один из важных Скринингов Это Скрининг На Инфекции В настоящий Момент Научно Доказано И обосновано Что Смысл Проводить Этот Скрининг Только В том Случии Когда Данное Заболевание Доказано Осложненным Течением Беременности Осложнением Заболеваний Плода Беременных И для этих Заболеваний Есть действительно Какие-то Методы Лечения А не так Допустим Провести Скрининг На Цитомегаловирусную Инфекцию А лечения Во время Беременности Как бы у нас Нет Смысл Материальных Затрат И просто Исследование Ради исследования Следующий Сладь Из Обязательных Исследований Четыре Исследования Один из них Это Бессимптомная Бактериурия То есть Вы знаете Что При обнаружении В одном Миллилитре Средней порции Мочи Более чем 10 в пятой Микробных Возбудителей Даже без Клиники Какой-либо Устанавливается Диагноз Бессимптомная Бактериурия В практике Встречается Довольно Часто Но может Быть У меня Потому что К нам Направляют Пациенток С патологиями А Заведомо В популяции В среднем 10% Почему Мы Переживаем За Бессимптомную Бактериурию Потому что Это Прежде всего Угроза Инфицирования Плода Это Триггерный Механизм Преждевременных Родов Зачастую Это Манифестация Гестационного Пилонефрита В сроках 22-25 Недель Когда Пациентка Среди Полного Здоровья Когда Поступают С температурой 39 Потрясающими Ознобами И Отвратительными Анализами Мочи Поэтому С этой целью По нашему Протоколу Бакпасев Мочи Обязательно С момента Постановки На учет Потому что Лучше заведомо Пролечить Чем потом Лечить Пилонефрит В стационаре И неизвестно Чем это Закончится Почему Манифестируют Именно В сроке После 20 Недель Гестационный Пилонефрит У пациенток С бессимптомными Бактериориями Потому что Матка Растет И В сроке 20-21 Недель Достигает Пупка И в дальнейшем Выше Выше Естественно Пациентка Если Наход В более Лежачем Состоянии Мало Двигается Придавливаются Почки Под тяжестью Матки И Развивается Сначала Пилостаз Потом Пилоктазия Восходящая Инфекция И очень быстро Развивается Гестационный Пилонефрит Поэтому Это можно Все Пролететь Значительно Раньше Кроме Того Доказано Что У пациенток С бессимптомной Бактериурией Часто Рождаются Маловесные Детки Как правило Это связано С хроническим Инфицированием При выявлении Бактериурии Пациентке Назначается Антибактериальная Терапия Она прописана В 906 Протоколе Как правило Это препараты Амоксициклина Амоксициклина Препараты Пенициллинов И препараты Такого плана Как фосфорал Манурал Однократно Следующий Следующая инфекция Которая является Обязательной Для скрининга Это Гепатит B Потому что Есть заведомо Эффективные методы Профилактики Вертикальной Трансмиссии У пациентки У беременной Мы проводим Этот скрининг Опять же С момента Постановки На учет Если мы Получаем Позитивный Результат У беременных Обязательно Повторное Подтверждение Результата Потому что У беременных Бывают Иногда Ложные Позитивные Результаты Следующий Этап Диагностики Это Установление Степени Инфекционного Процесса То есть Насколько Пациентка Нуждается В лечении Коррекции И Какое Состояние У нее Гепатабилия Системы Новорожденным Деткам Рожденных От Позитивных Матерей Рекомендуется Прививка До 12 Часов От рождения Следующий Следующая Инфекция Которая Многогранная И Многоликая И Которая К сожалению В настоящий Момент Абсолютно Протекает Без клиники Отсутствует Такая яркая Клиника Как мы учили С вами В университете Как мы Видели В учебниках Зачастую Клинически Мы можем Ничего не заметить Это инфекция Сифилис Это доказано Заведомо Инфекция С вертикальной Трансмиссией То есть Трипанема Она 99% Проникает Через Плаценту Инфицирует Плод И как вы знаете Конечно Исходы Достаточно Печальные Либо 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 Это выкидыши Либо Это мертворождение Либо Это Еще худший вариант Это рождение Деток С рожденным Сифилисом Вы знаете Что это колоссальные Дефекты Лицевого Черепа Костей Спинного Мозга И Патология Сердца То есть Эти дети Глубокие Инвалиды У беременных Рекомендован Тройной Скрининг То есть Опять же С момента Постановки На учет Следующее Обследование На сифилис Мы проводим 29 недель То есть Перед декретом И последнее В сроке 37 недель ВИЧ-инфекция Как вы понимаете Это тоже Обязательное Скрининговое Обследование Но Как я уже Говорила выше По согласию То есть При тестовом Консультировании С пациенткой Заведомо Передается Вертикальной Трансмиссией И во время Грудного Вскармливания Доказано Что если Пациент Во время Беременности Пролечивается Антиретровирусными Препаратами То мы Значительно Снижаем Риск Инфицирования Ребенка И если Проведено Правильное Родоразрешение Такие детки После 3 лет Снимаются С учета Как Дети С негативным ВИЧ Статус По ВИЧ Инфекции У нас Обследование Назначается Опять же С момента Постановки На учет И повторное В 22-23 Недели Если Так случилось Что пациентка Не стала На учет До 12 Недель А допустим Пришла В 22 Недели Тогда Мы Назначаем Исследование Когда она Пришла Потом Повторяем Сроки Декрета Все равно Мы стараемся Не упустить Это окно Если Уже Такая пациентка Недобросовестная Что пришла Допустим В 30 Недель Тогда Мы назначаем В 30 Недель И экспресс Методом В родах То есть Эту ситуацию Нужно Мониторировать С той Целью Что Вовремя Снизить Передачу Ребенку То есть Хотя бы Грудное Вскармливание Вовремя Не допустить Чтобы Ребенку Вовремя Начать Антиретровирусное Лечение После Родов То есть Этот момент Мы должны Понимать Что Два раза Должно Быть Это Исследование Следующее Очень актуально Для Одесской Области И вообще Для Украины В целом Это Скрининг На гистационный Диабет Ситуация Такая Что Как раз Относится К нашим Требованиям Скринингу Что Легче И дешевле Вовремя Выявить Нарушение Толерантности Глюкозии Чем потом Лечить Гистационный Диабет И лечить Тех Деток Которые Рождаются У матерей С гистационным Диабетом Поэтому По протоколам Всех Беременных Пациенток Мы Обследуем В сроках 24-28 Недель На тест Толерантности Глюкозы То есть Двухчасовой Тест Если же Пациентка Относится К группе Риска По гистационному Диабету Я чуть ниже Расскажу Какие пациенты Сюда Относятся Тогда Этим Пациентам Мы Назначаем С момента Постановки На учет Это исследование А потом Повторяем В сроках 24-28 Недель Я позволю Себе Напомнить Что Норма Гликемии Первая Проба Меньше 5,5 Миллимоль На литр А через 2 часа Не более 7,8 Эти нормы Если у пациентки Мы обнаруживаем При первом исследовании Заведомо повышенные Показатели То назначаем Едиету На сутки Двое И она Пересдает Этот анализ Если же Это подтверждается И при втором Вторых Результатах Тогда мы Конечно Направляем Ее к эндокринологу Если Не дай бог Устанавливается Диагноз Гистационный диабет Тогда Такая пациентка Ведется Согласно Протоколу Номер 582 По гистационным диабетам То есть Если Комплексно Объяснить Систему Протоколов В акушерстве То 417 Протокол Это ствол дерева А все остальные Протоколы Это ветки То есть Мы В зависимости От патологии Руководствуемся Тим или иным Протоколом На этом слайде Представлены Основные факторы Риска Гистационного диабета Как вы видите Это Прежде всего Сахарный диабет У родственников Первой линии Это ожирение Где индекс массы тела Выше Вообще 25 Слайде 30 указано Гистационный диабет Во время Предыдущих Беременностей Пациентки У которых Рождались Крупные дети То есть Более 4 Кг И которые Имели В анамнезе Моменты Мертворождения Антонатальной Гибели Плода Следующий Как вам Может показаться Банальный Анализ Крови Но на самом деле У беременных Имеет колоссальное Значение Как скрининг В обнаружении Осложнений Хочу сказать Что у пациенток Беременных Обязательно Настаивайте На развернутом Анализе Крови То есть Это не должна Быть троечка Это не должны Быть никакие Там Малокомпонентные Результаты Анализов Обязательный Подсчет Формулы Обязательно Настаивайте На подсчете Тромбоцитов Тромбоциты У беременных Пациенток Являются Во-первых Маркером Скрытой Тромбоцитопенической Пурпуры Их очень много Сейчас в Одесской Области Это связано С бесконтрольным Приемом Контрацептивов С большим Приемом Антибиотиков На прегравидарном Этапе То есть Это проблема Колоссальная Кроме того Сниженные Тромбоциты Это маркер Возможных Развития Прекламсий При дальнейшем Пролонгировании Беременности То есть Это Нас Нацеливает На более Углубленное Исследование В плане Развития Прекламсии Из особенностей Анализа Крови У беременных Обязательно Запомните Что соя У беременных Заведомо Повышенная Потому что Зачастую С лаборатории Пациентка Приходит Уже В слезах Потому что В лаборатории Сказали Что соя Повышена Все плохо И Нужно Немедленно К доктору У беременных Может быть Повышена Соя До 45 Миллиметров В третьем Триместре Естественно Что в первом Триместре Это не будет 45 Это будет 20 23 Но по триместрам Имеет тенденцию К повышению Кроме того За счет того Что разведение Увеличение Объема Циркулирующей Крови У беременной Пациентки Проходит На 50% За счет Плазмы Оформенные Элементы Не в таком Большом Количестве Увеличиваются То в сроках 31 Неделя Мы можем Увидеть Как нам кажется Анемия 100 грамм На литр А на самом деле Это будет Просто Вариант Гемодилюции У данной Конкретной Беременной Для диагностики Мы используем Сывороточное Железо Если оно В нормальных Пределах Тогда Пациентку Мы не Нагружаем Железосодержащими Препаратами Если же Мы увидим Что действительно Дефицит железа Тогда мы Назначаем Дополнительно Антианомическую Терапию Кроме того Из особенностей Общего анализа Крови Хочу сказать Что лейкоциты Могут тоже Несколько Быть повышенным То есть Это может быть 10,2 10,5 Но при этом Формула Будет Нормальная То есть Лейкоциты Могут быть Повышены А Процентное Соотношение Формулы Будет Абсолютно Правильным Никаких Двигов Быть не должно Следующий Простой И Очень Информативный Скриннинг Это Грунг Роза Продвижность В этом Аспекте Нас интересуют Резус Негативные Пациентки В сочетании С резус Позитивными Отцами То есть Если у пациента Муж Резус Негативный Мы не обследуем Дальше На антитела Если муж Резус Позитивный А пациентка Резус Негативная Тогда мы Обследуем На кровь На антитела При постановке На учет В дальнейшем В 20 недель И затем Каждый месяц Этот момент Нужно обязательно Отслеживать Потому что Непредсказуемо Когда Могут повыситься Антитела Риск Из-за Сенсибилизации Может быть При угрозе Если пациентка Неоднократно Находится в стационаре Причем С кровянистыми Выделениями После Каких-либо Инвазивных Мероприятий То бишь Подшивание Шейки Матки Амниоцинтеза Это все Триггерные Механизмы Из-за Сенсибилизации Если мы До 28 Недель Не Увидели Ни в одном Результате Анализов Гемолизинов И антител Антирезусных Антител Тогда В 28 Недель Мы рекомендуем Пациентке Введение Антирезусного Иммуноглобулина 300 микрограмм Внутри И в дальнейшем Такая пациентка Уже не Обследуется На антитела Если Пациентка По каким-либо Причинам Отказывается От инъекции Это ее право Единственное Что Настоятельно Прошу Берите Письменный Отказ Потому что Если что Потом случится Вы не докажете Что вы Предлагали И рекомендовали Тогда мы Продолжаем Монитарировать Раз в месяц Резус Антитела И В течение 72 часов После родов Мы настоятельно Рекомендуем Введение Антирезусного Иммуноглобулина В той же Дозировке Следующий Скренинг На Прикламсию То есть Достаточно Простой Ничего Как бы Сложного Но очень Важный Это Банальное Измерение Артериального Давления Причем У беременных Обязательно На двух Руках Желательно В нескольких Положениях Сидя И лежа У беременных Нельзя мерить Давление Прямо Со входа В кабинет То есть Повторю Что беременные Очень психоэмоционально Неустойчивые Особы Поэтому Лучше Чтобы она Посидела В кабинете Минут Десять Акушерка Пусть анализы Какие-то С ней Оговорит Перепишет В обменную Карту Вы с ней Поговорите О витаминах О шеверениях Каких-либо Впечатлениях Ее по поводу Беременности А потом Только мерить Давление Зачастую На практике В коридоре С кем-то Она поссорилась Муж довел Не пускают Ее без очереди Она заходит У нее уже 150 Посидит Отдохнет У нее будет Нормальное Давление У беременных Мы боимся Диастолического Давления То есть 90 Это очень Высоко Это настораживающий Момент Развития Прикломсии То есть Если изначально У нее было Допустим 120 на 60 Она к вам Приходит на визит А у нее 130 на 90 То это Настораживающий Момент То есть Мы должны Более углубленно Ее обследовать При каждом Абсолютно Визите Мы назначаем Анализ мочи С подсчетом Белка Не просто Анализ мочи А обязательно С протеинурией Сколько визитов В обменной карте Столько Должно быть Анализов мочи Это проверяет Любая комиссия Если не дай бог Что случается Смотрят Количество визитов Количество Анализов Мочи И обязательно Выявлялся Белок Или нет Потому что Зачастую Опять же Лаборатории Делают Анализ мочи А на белок Специфическую Реакцию Не делают Следующий Следующий Момент Это Определение Факторов Риска По преждевременных Родов То есть Этих Пациенток Как правило Если Эта группа Выявлена Уже Будет вести Кушер-гинеколог То есть Вы направляете Пациенток На введение Кушер-гинекологу Это Пациентки С аномалиями Матки Как Врожденными Например Перегородка Матки Двурогая Матка Седловидная Матка Пациентки После каких-либо Вмешательств На матки Как Консервативное Удаление Миоматозных Узлов Пациентки С рубцами На матке Это тоже Категория Риска По преждевременным Родам В эту же Группу Относятся Пациентки У которых Были Преждевременные Роды При предыдущих Беременностях Пациентки С бессимптомной Бактериурией И пациентки С нелеченным Или Рецидивирующим Бактериальным Вагинозом Следующий Важный Скрининг Это Цитологическое Исследование Шейки Матки С целью Своевременного Выявления Предраковых Процессов На шейке Матки Цитологическое Исследование Очень важное Исследование Причем Простое И В практических Навыках Семейного Врача Есть этот Навык Четко прописанный В методических Рекомендациях Пошагово И поэтапно Такое Внимание К скринингу Обусловлено Тем Что Ежегодно На Украине Умирает 2,5 тысячи Женщин От рака Последнее Время Женщин Репродуктивного Возраста В этой Структуре Около 700 То есть Это те Женщины Которые Еще Не Стали Матерями Или В настоящий Момент Беременные С раком Шейки Матки А вы Знаете Что Беременность Очень Мощный Механизм В плане Обострения Онкопатологии И Беременность Усугубляет Течение Фоновых Процессов И как правило Это все Заканчивается Послеродовом Периоде Очень Плачевно Поэтому По протоколу Если пациентка Пришла Становиться На учет И в этом году Она не сдавала Цитологическое Исследование Вы берете Это исследование Следующий Слайд Значит Исследования Проводятся Щеточками Они перед вами На экране Они доступны И есть Во всех Учреждениях И проблем С этим Нет На практических Навыках Вы будете Это все Проводить Проводится Двумя Щеточками Одна Щеточка Проводит Забор Из цервикального Канала Вторая Щеточка С поверхности Шейки Матки Перед Тем Как проводить Это исследование Обязательно Шейку Обработать Сухим Ватным Тампоном Тем Физиологическим Раствором И опять Сухим Тампоном С той Целью Чтобы убрать Слизь Цервикального Канала И для того Чтобы Исследование Было Адекватное И информативное То есть Задача В том Чтобы На Щеточку Попали Клеточки Не слизь Не выделение А именно Материал Для Ацетологического Исследования Перед вами Другие Исследования Которые Вы будете Проводить При Ведении Беременных Это конечно же Определение Индекса Массы Тела Измерение Артериального Давления Измерение Высоты Дна Матки Забор Цитологических Мазков Аскультация Сердечно Тонов Плода И Наружное Акушерское Исследование Следующий Позволю Напомнить Что Индекс Массы Тела Высчитывается При делении Массы Тела На рост В метрах В килограмм В квадрате И Нормальный Индекс Массы Тела От 18 С Половины До 25 Все Что Ниже Это Дефицит Массы Тела Все Что Выше 25 Это Ожирение Той Или Иной Степени Следующий Напомню Вам Что По Акушерским Канонам Срок Беременности Измеряется От Первого Дня Менструального Цикла Наружное Акушерское Исследование Думаю Что Всем Известное Исследование Еще Со Студенческой Скамьи Напомню Только Что Цель Исследования В определении Прежде всего Положения Плода Предлежание Плода И Выяснение Высоты Стояния Дна матки То есть Положение Плода Какое У нас Может быть Продольное Косое И поперечное Других Вариантов Не бывает Предлежание Может быть Головное И тазовое При наружном Акушерском Исследовании Все остальное Углубленное Уже В родах Остальные Виды Следующий Обязательный Навык Измерение Высоты Дна матки От Верхнего Края Лонного Сочленения До Высоты Дна матки Сантиметровой Лентой Измеряется Данные Заносятся В гравидограмму Гравидограмма Это такой График Который Есть Во всех Картах Наблюдения Беременности Форма 111 И в обменных Картах Где По горизонтали Отмечается Срок Беременности А по вертикали Высота Дна матки В метрах И заведомо Есть верхняя Граница Нижняя Граница Примерной Гравидограммы На тот Или иной Срок Как вы думаете Для чего нам Нужно Мониторировать Высоту Дна матки И отслеживать Гравидограмму Допустим Если у нас Ниже Уровень Гравидограммы Чем должен быть Да Да Абсолютно правильно Значит Это может быть Либо Синдром задержки Развития плода Либо Это может быть Даже Антенатальная Гибель плода Когда Пациентка Может еще Не понимать Что она не слышит Шевеления А вы видите Что Заведомо Высота Дна матки Отстает В развитии И Может быть Маловодие Да Может быть Заведомо У нее Подтекают Воды А она Это расценивает Как выделение Может просто Маловодие Как вариант Инфицирования То есть Это Простой Абсолютно Безопасный Абсолютно Бесплатный Метод И Очень Информативный В идеале Высота Дна матки Примерно Плюс Минус Сантиметр Соответствует Сроку Беременности То есть Если Это 20 Недель То Это 19 20 21 Сантиметр Плюс Минус Особенности Комплекции И Размерах Таза Пациентки Следующий Навык Который Проводит Акушер Гинеколог И Семейный Доктор Это Выслушивание Сердечных Сокращений Плода Наиболее Оптимальная Частота Это Конечно 140 И Вы Это Все Знаете В заключении Я хочу Все Таки Сконкретизировать Маршрут Пациента На Этапе Консультации Потому Что В основном Тут Присутствуют Врачи Амбулаторного Звена Пришла Пациентка К Семейному Доктору С Каким Либо Осложнением Если Ситуация До 22 Недель Рассмотрим Сначала И У пациентки Допустим Экстрагенитальная Патология Допустим Давайте Обострение Бронхиальной Астмы То Пациентку Мы Направляем На консультацию Второго Уровня Врачу Пульмонологу Это Понятно Если Пульмонолог Уже Решает То Пациентку Госпитализируют В профильное Учреждение То есть Она Ложится В Фульмонологическое Отделение Если У пациентки Акушерские Осложнения Угроза Кровянистые Выделения Какие Либо Еще Проблемы То До 22 Недель Мы Госпитализируем В гинекологическое Отделение Не в родительном Доме А в гинекологическое Отделение Следующий Момент Если пациентка В сроке 22 34 Недели Тогда Пациентка Направляется В перинатальный Центр Третьего Уровня Потому что До 34 Недель Это заведомо Недоношенные Дети И если Произойдут Роды То они Должны Происходить В том Учреждение Где Этому Ребенку Могут Оказать Действительно Специализированную Помощь Если Ситуация Более 34 Недель То Согласно Протоколу 726 О котором Я говорила В начале Доклада Вы В зависимости От диагноза Направляете Либо на Второй Либо на Третий Уровень Там Каждый Диагноз Прописан В заключении Я хочу Сказать Что На самом деле При беременности Не бывает Неважных Исследований Каждое Исследование Даже если Оно Звучит Банально И Широкомасштабно Оно Имеет Какую-то Четкую цель И У беременных Наша цель Вовремя Выявить На раннем Этапе Тот момент Который Может Привести К перинатальным Потерям А вы знаете Что Наша задача Чтобы Детки Рождались Доношенные Чтобы Пациентки Не ходили По больницам С этими часто Болеющими Детками А скорее Вернулись К работе И в социальную Среду Поэтому Я желаю Вам успеха В ведении Пациентов Если Какие-то Вопросы Я на них Отвечу Также Можете Обращаться За консультацией В наш Центр Планирования Семьи По телефону Которые Есть В нашей Базе И Всегда Можем Ответить Советом Как по телефону Так и В консультативном Порядки Мы работаем С Восьми утра До трех Будние дни И консультируем Беременных С осложнениями Заблотного 26А В структуре Областной Клинической Больницы Областная Поликлиника Если так Уже точно Областная Консультативная Поликлиника Второй этаж Это все Наш центр У нас Большой центр У нас 13 врачей Возглавляет Его заведующая Гуменюк Лидия Осиповна В нашем Центре Есть Медико-генетический Центр Есть Одни из Самых Современных Два Ультразвуковых Аппаратов Которые Обладают Всеми Возможностями Скрининга Есть Лаборатория Биохимическая Которая Проводит Скрининги И Также Если нужно Будет Госпитализировать Так как Мы в структуре Мы можем госпитализировать Как в профильное Учреждение Так и Рядом с нами Находится Областной Перинатальный Центр Обращаться Пациентка Обращается В регистратуру И в зависимости От патологии Ее направляют В тот или иной Кабинет То есть У нас Специализированные Приемы В зависимости От патологии Спасибо Спасибо большое За внимание Вопросы 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 Ждем Вопросы Сейчас посмотрим Как их Вопросов Пока нет Есть Вот такой Жизненный Вопрос Скажем Нередко Возникает Ситуация Когда К семейному Врачу Приходит Пациентка На определенном этапе беременности С Центрологическим Заключением Выявлены Татистические Крепки Ну естественно В эмоциональном Срыве Не хочет Эти на дальнейшее Ответование Вот какова Тактика Должна Семейного Врача В случае Если Вот с такой Патологией Обращается Женщина Спасибо Это вопрос Ну Вообще Центрологические Исследования Имеют Пять типов Мазка То есть Первый Это Центрология Без Особенностей Второй Тип Это Воспалительный Тип Мазка Третий Тип Это Дисплазия Первый Второй Третьей Степени В зависимости Уже Подчеркивает Врач Цитолог Четвертая Степень Это Пидозра На рак Подозрение На рак И пятая Степень Это Уже Рак То есть Как мы Понимаем Цитологическое Исследование Не является Диагнозом То есть Конечно Такое заключение Как выявлены Атипические клетки Оно не встречается В адекватных Анализах Цитологических Следований А подчеркиваются Те типы Мазка О которых Я сказала Значит Пациентку Нужно Успокоить И Обязательно Направить На Консультацию К акушерогинекологу Хотя бы Сначала Для Кульпоскопии И Дальнейшего Обследования То есть Это не значит Что этот диагноз Действительно Заведомо Есть Просто Требует Более детального Углубленного Обследования И нужно Пациентку Похвалить Что она пришла И Как мы На практике Говорим Наоборот Сказать Что хорошо Что что-то Выявилось Это поможет Нам углубленно Обследовать И не допустить Проблемы Как правило Пациентки На это Реагируют Адекватно То есть Нужно С негатива Попытаться Перевести Ее В позитив И В дальнейшем Обследовать И даже Если Дисталтические В заключении Допустим Есть Результат С На месте Как поступить Семьи Направляет Ее к Кушер-гинекологу А кушер-гинеколог Проводит Кальпоскопию Если Результаты Опять Подтверждают Нам Наши опасения Мы Направляем На конституцию К онкогинекологу То есть Если это Областное Учреждение В областной Диспансер Так В городское Учреждение Ну конечно Мы пользуемся Услугами Областного Онкологического Диспансера Именно Консультативным Отделением То есть Зданием Поликлиники Там Пациентки Буквально В течении 20 минут Ей проводят Скрининг Повторное Цитологическое Исследование Тут же Лаборатория И тут же Ответ А не так Как у нас Получается Что неделю Две пациентки Ожидают Этого Результата То есть Там Она За Полчаса Будет Реально Понимать Какая У нее Картина Обязательно Направить И Мало того Направить Еще Следить То есть Она Может Пойти Через год Как Бывает На Практике То есть Если Нет Обратной Связи Нужна Связь Либо С онкодиспансером Либо Враженской Консультант Такая Пациентка Передается Для Диспансерного Наблюдения Кошер-гинеколога То есть Они Заводят На нее Форму Тридцатую И Уже Монетрируют По своему Участку Задача Вовремя Выявить И Направить Спасибо Большое Владимир Владимир И На Сегодня Я думаю Насколько Дальше У нас Не запланировано Мы Завершаем Зарядие То что Мы Занимаемся Другими Человеком Уже Все Знаете Да Если Вы Задаете Какие Вопросы Пожалуйста Кто еще Не запланировался Закончите Регистрацию Всем Спасибо За Участие В Заметии Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует